Я приветствую всех, кто присоединился к нам через телеканал ТБН. Это так здорово, что мы вместе и вы так правильно сделали, что присоединились сегодня к Церкви Завета. Хотя у нас изменился задник, но мы все еще смотрим вперед в ту же сторону, в которую смотрели. Знаете, декорации меняются в жизни, обстоятельства меняются в жизни, но впереди нас, наш тот же самый Господь, Бог и Спаситель наш Иисус Христос, во имя которого мы собрались сегодня здесь. Поэтому вы все еще в Церкви Завета, и я знаю, что то будущее, которое Бог приготовил для каждого из нас, оно во благо, оно не на зло. Оно, чтобы благословить каждого из вас. Бог за тебя, Бог любит тебя. И мы сегодня здесь, потому что Господь так сильно любит каждого из нас. И я сегодня хочу говорить с вами, драгоценные, о том, что обогатит каждого из нас. Я уверен, что это огромное сокровище. И сама Библия говорит о том, что это огромное сокровище. Я хочу прочитать вам то, что написано в книге-притче в третьей главе с 13 стиха. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». То есть речь идет о мудрости и о разуме. И Писание утверждает, что ничего из желаемого тобою не может сравниться с мудростью и с разумом. Конечно, в понимании этого мира мудрость и разум – это совсем не одно и то же, что в понимании Бога. И порой даже это ровно наоборот. То, что в глазах этого мира кажется таким ценным и важным, в глазах Божьих – это безумие. А то, что в глазах этого мира кажется просто ничтожеством, оказывается, на небесах – это имеет величайшую ценность. Поэтому мы сегодня говорим о ценностях неба. Мы говорим о том, что по-настоящему обогатит тебя не только в этой жизни, но и в вечности навсегда. Драгоценные, я хочу прочитать вам о той ценности, о которой мы сегодня будем говорить. И она записана в книге Псалмы, 110-й Псалом, 10-й стих. Послушайте. «Начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». Разум верный у всех, кто исполняет заповеди Божьи. Я уверен, что это не столько условия, сколько последствия от правильного разума. Если у тебя верный, правильный разум, то ты сможешь исполнять заповеди Божьи. Другими словами, если я вижу человека, который исполняет заповеди Божьи, я могу сделать вывод. О, у него здравый разум, у него верный разум, с ним все в порядке. И напротив, если человек не исполняет заповеди Божьи и живет какой-то своей, своевольной жизнью, то отсюда другой вывод можно сделать, что, по всей видимости, не все в порядке у него с разумом в том смысле, как Бог это понимает. То есть, если есть разум верный, то это значит, что есть и разум неверный. И это на самом деле так. И прежде всего, я хочу вам показать пять проявлений верного разума. Знаете, некоторый тест такой на здравость. И пусть Бог поможет нам правильно оценить каждый себя, когда мы будем слушать этот тест. Итак, пять проявлений здравого разума. Первое. На первое место я поставил благодарность Богу. Человек, который имеет здравый разум, верный разум, он будет благодарен Богу за то, что имеет. Это самое первое, на мой взгляд, проявление здравости в глазах Божьих. И вот как об этом написано в первом послании к Тимофею. Шестая глава. Пустые споры между людьми поврежденного ума. Оказывается, есть поврежденный, испорченный ум. Чуждыми истины, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких, говорит апостол Павел своему ученику Тимофею. «Великое приобретение, быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Это рассуждение очень здравое. И апостол Павел в этих рассуждениях говорит о том, что надо быть благодарными Богу за то, что есть. Он говорит, что надо быть благочестивыми, то есть во всякое время оказывать честь Богу и быть довольными. Понимая, что ты пришел ни с чем, и ты уйдешь, не взяв с собой ничего с этой земли. Абсолютно все, что у тебя есть, это приходит по великой милости и благодати Божьей. И Бог, Он никому ничего не должен. Бог ничем никому не обязан. И когда я это понимаю, то начинаю по-другому как-то, знаете, смотреть на то, что есть в моей жизни. Понимая, что все, что есть, это по великой милости Божьей. И написано абсолютно все, что мы имеем, мы имеем благодаря Отцу нашему, Отцу Светов, как написано. У каждого, нет, неправильно я говорю, у многих, наверное, так сказать, есть дети. И дети – это подарок от Господа. Это великая радость от Господа. Это дети, которые у нас есть. И, знаете, нам надо здраво рассуждать. Нам надо видеть, что происходит вокруг. И на самом деле иногда происходят какие-то невероятные, непредвиденные ситуации. И если разум будет правильно работать, то мы справимся с разными ситуациями, с которыми сталкиваемся в жизни. И я размышляю, насколько я благодарен Богу за моих детей. И сам себе говорю, я очень благодарен Богу. Я благодарен Богу за каждую из трех моих прекрасных девочек. И я размышляю, Бог, спасибо тебе за то, что они у меня есть. Но при этом я понимаю, что Бог ведь вправе их изобрать. Как было, например, в случае с Иовом. И, конечно же, я хочу, чтобы мои дети всегда были со мной. И это большое благословение – видеть их каждый день и радоваться. Но я осознаю, что Бог, Он остается Богом. Он дал мне моих детей. И Он вправе распорядиться судьбой каждой из них. И когда я так думаю, когда я так размышляю, то задаю себе вопрос. А если Бог их заберет, смогу ли я быть благодарным за то время, которое у меня было с ними вместе? И я начинаю так размышлять. Я начинаю так думать. Я прошу, Боже, помоги мне иметь здравый разум, чтобы остаться Тебе благодарным во всякое время. Не только когда все так, как мне хочется и так, как мне нравится, но остаться Тебе благодарным, когда что-то происходит, то, что больше моего понимания. И когда мне совершенно не нравится, что происходит. У каждого из нас что-то есть. Возможно, у тебя есть сегодня достаток. Возможно, у тебя есть сегодня избыток. И слава Богу, и это же так здорово, что ты можешь пользоваться какими-то привилегиями. Но что если у тебя закончится твой избыток? А что если у тебя закончится даже твой достаток? А что если придет какая-то нужда? Сможешь ли ты быть благодарным Богу за то, что у тебя был избыток? И у тебя было время, когда ты мог просто наслаждаться и радоваться. Может быть, сегодня у тебя есть возможность, и ты ездишь в отпуск, но что если у тебя в следующие года не будет такой возможности? Что будет наполнять твое сердце? Претензия, почему у меня нет чего мне хотелось бы? Либо благодарность Господи, но ведь я этим уже попользовался даже. Когда я так размышляю, когда я думаю о том, чтобы быть благодарным Богу во всякое время, и о том, что все в Его власти, и Он может взять, а может дать, то тогда, знаете, я по-новому начинаю оценивать то, что я имею сегодня. Моих детей. И хочу радоваться о том, что они у меня есть каждый день. Кто знает, может быть, завтра что-то изменится. Но сегодня это у меня есть, и я хочу быть благодарным Богу. Я хочу быть благодарным не только сегодня, но и когда что-то изменится, благодарным за то, что Бог дал мне такие прекрасные дни на этой земле, что я мог чем-то попользоваться. Я имел какую-то радость, которую, возможно, сейчас не имею, но ведь она у меня была, Бог мне это давал. Почему бы не благодарить Бога за это? Ведь Он не должен был мне это давать, но Он дал. У кого-то из нас есть руки и ноги, а у кого-то нет их. У кого-то из нас есть возможности, которые другие не имеют. Потом может все поменяться, но давайте будем благодарны Богу. Сложно, конечно, сказать, давайте будем благодарны, когда, например, этой благодарности нет. Ну что ж, я говорю не об условиях сегодня, сейчас точнее, я говорю лишь о том, как здравый разум проявляется в нашей жизни. И вот первое, как он проявляется, я вижу в Писании, это благодарность, которая во всякое время. Насколько ты благодарен сегодня? Можешь ли ты задать этот вопрос себе? Насколько ты можешь благодарить Бога за то, что у тебя есть, и за то, что у тебя было? И верить за то, что Он приготовил для тебя самое лучшее и впереди. Итак, следующее проявление здравого разума, верного разума, как Писание говорит, это смелость. Это когда человек имеет верный разум, он не боится. Второе послание к Тимофею 1.7. Апостол Павел опять же наставляет своего ученика Тимофея и говорит, дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Целомудрия можно перевести как здравомыслие, то есть разум верный, об этом же речь. И получается, здесь разум верный противопоставляется страхам, боязни. Когда человек имеет верный разум, он правильно оценивает ситуацию, он способен правильно видеть настоящее, доверять Богу это настоящее, зная, что его ждет прекрасное будущее. Ведь это Слово Божье говорит, «Верный разум, он не остается в тисках страхов. Он может оценить правильно каждую ситуацию и быть свободным от страхов». Итак, это следующее проявление здравого разума. Третье. Ненависть ко лжи. Псалом 118, 104 стих. Псалмопевец говорит, «По велениями Твоими я вразумлен, поэтому ненавижу всякий путь лжи». Знаете, вообще в 118-м псалме 10 раз, представьте, 10 раз псалмопевец оценивает эту ценность, которая называется здравый разум. 10 раз он просит, чтобы Господь дал ему этот разум. Он просит, чтобы иметь ему правильное размышление 10 раз в одном псалме. Это удивительная ценность, которую он явно правильно оценивал. И знаете, одно из проявлений здравого разума – это когда вы ненавидите путь лжи. И когда вы что-то ненавидите, то вы сделаете все, чтобы просто избежать этого. Если вы ненавидите это, то у вас не встанет вопрос, вы даже вряд ли будете спрашивать, а можно вот так поступить или нельзя. Иногда я вижу эту тяжбу в людях, когда они думают, ну вот это будет ложь или это будет не ложь. Вот это вот можно сказать немножко неправду ради каких-то, ну, хороших перспектив. Или все-таки совсем нельзя неправду говорить. Здесь слово говорит, что разум верный проявляется в том, что человек ненавидит ложь. Он не хочет с этим ничего иметь дело. Он понимает, разум верный понимает, что перспектива всякой лжи, то есть каждый путь лжи, он обречен. Даже если прямо сейчас этот путь сулит тебе каких-то несметных богатств, он обещает тебе какие-то великие перспективы, то конец этого пути – погибель. Потому что ложь – это то, что ненавидит Бог. И если человек имеет здравый разум, он тоже будет ненавидеть ложь. Как ты относишься сегодня ко лжи? Насколько ты принципиален к этому вопросу? Насколько у тебя есть ненависть к лжи? Либо ты склонен заигрывать? Оцени, насколько здравый разум у тебя в этом отношении. Итак, следующее. Четвертое. Четвертое проявление верного разума. Верный разум понимает откровение от Бога. Я прочитаю вам, как об этом написано в Псалме 118, том же, 125 стих. «Я раб твой, вразуми меня и познаю откровения твои». Невозможно Слово Божье понять просто человеческим умом. Невозможно откровение от Бога просто получить через какие-то способности человеческие. Но Псалмопевец говорит, вразуми меня, дай мне разум, дай мне правильный разум, и я познаю Слово Твое, откровение Твое. А вот что написано в притчах, притчи вообще, книга мудрости, 8 глава с 1 по 9 стих. «Не при мудрости» я решил самого первого стиха прочитать. Хотел прочитать чуть позже, но вижу, так много об этом здесь написано. «Не при мудрости ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой?» Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери, то есть везде. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой, научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и из речения уст моих правда, ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. «Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства, все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания». Насколько вы понимаете сегодня Божье Слово? От этого вы можете сделать вывод, насколько верный у вас разум. Я не хочу сегодня никого обличить, я хочу лишь помочь каждому произвести определенную оценку, имеете ли вы это сокровище под названием верный разум, который имеют все, кто, значит, исполняет заповеди Божьи. Итак, насколько открыто вам сегодня Слово Божье? Насколько оно ясно для вас? Насколько вы понимаете, что Бог говорит вашу жизнь? Насколько вы слышите проповедь, и она обогащает вас? Либо вам кажется Слово Божье неинтересным, либо Слово Божье кажется каким-то совершенно непонятным и далеким, неприменимым в своей жизни. Оцените, насколько разум верный в этом плане. И последнее, пятое проявление верного разума. Он видит милость Божью в своей жизни, и в жизни окружающих, и вообще вокруг себя. Верный разум видит, насколько жизнь полна милости Божьей. Верный разум, он правильно оценивает все происходящее и в своей жизни, и в жизни других людей. И он понимает, насколько много милости Божьей. Он видит ее везде. Он видит ее в красном светофоре, потому что он сейчас не может ехать, и понимает, о, Бог, по всей видимости, предупреждает и останавливает меня в чем-то, чтобы я не попал в проблему какую-то. Он радуется и видит милость Божью в зеленом свете в своей жизни, потому что какие-то возможности открываются. И он говорит, Бог, спасибо, ты даешь мне эти возможности, я прославляю тебя. И он остается благодарный Богу. Или красный свет в его жизни, и что-то не получается. А Писание говорит, что если у тебя все хорошо, то радуйся. Если у тебя есть возможность чем-то пользоваться в этой жизни, пользуйся, потому что Бог тебе дает это. Но если тебя Бог останавливает, а возможно ты оказался на больничной койке, написано, размышляй. Размышляй о своей жизни, о том, насколько правильно ты идешь, о том, насколько ты исполняешь волю Божью. Ведь наши дни на этой земле так скоротечны и ограничено их число. Размышляй, потому что и первое, и второе, Писание говорит, создал Бог. Разум верный понимает, что очень много милости Божьей в его жизни. И она этой милостью полна вся земля. Полна моя жизнь, полна вся земля. Милости Божьей. Поэтому не произошла какая-то трагедия в моей жизни. Ты скажешь, а в моей жизни произошла. А ты не знаешь, что бы могло произойти, если бы не было милости Божьей в твоей жизни. Но сегодня ты здесь, сегодня там, где ты есть. Сегодня ты слышишь слово Божье. Сегодня ты можешь приобретать верный разум. Это великая милость Божья. Это великое Божье благословение. Вы знаете, у нас есть одна сестра в церкви, которая не так давно проходила очень непростой путь. В результате ей сделали операцию и удалили определенные органы. Ей поставили диагноз рак. И она проходила этот непростой путь. Она проходила химиотерапию за химиотерапией. И дальше следующая химиотерапия. И каждый раз она просила, чтобы мы молились, церковь, чтобы молилась за нее. И каждый раз она благодарила Бога за милость, которая присутствует в ее жизни. И она говорила, если Бог даст мне еще жизни, я буду прославлять Его. Если Он решит меня забрать, я буду вместе с Ним. И вот этот избыток жизни, которой она была наполнена все это время, он передавался тем больным, которые окружали ее там в больнице. И они были под впечатлением. И они говорили, откуда у тебя это? Где ты берешь эту силу? Где ты берешь эту радость, когда у тебя такие диагнозы? Кто-то говорил, я никогда не видела чего-то подобного, чтобы человек так мог вести себя, находясь в такой болезни. А она не просто научилась вести себя так. Она просто имеет здравый разум. Она имеет правильное сердце. Она имеет живые отношения со своим Богом. И поэтому она правильно оценивала свою ситуацию. Сегодня она передает огромную благодарность за каждого из вас и за все молитвы, которые вы совершали за нее и за ее мужа, и за всю ее семью, потому что вся семья проходила очень непростой период времени. Но я верю, что по нашим молитвам и по их вере сегодня наступает новая страница в их жизни, более счастливая, более радостная. И пусть Бог вас благословит, драгоценные. Такая сестра у нас не одна. Я знаю, могу перечислять и перечислять имена тех сестер и братьев, которые оценивают правильную ситуацию в своей жизни, даже если она им не нравится, даже если она какая-то, кажется, что не способна ее даже пройти как-то по-человечески. Они, имея верный разум, остаются благодарными Богу и прославляющими Его за все, что они имеют. Это потрясающее сокровище, которое Бог предлагает нам сегодня. Вразумитесь. Если вы неразумные, то вразумитесь. Если вы глупые, Бог не хочет просто тыкнуть и сказать, ты глупый. Он хочет сказать, стань мудрым, потому что я предлагаю тебе это сокровище. Я хочу сказать, что есть такая болезнь, она называется шизофрения. Одно из проявлений этой болезни в том, что человек неправильно оценивает реальность, в которой живет. Очень страшное проявление этой болезни, потому что человек не может правильно оценить, в чем он находится. Вы знаете, люди, которые болеют шизофренией, они более подвержены другим заболеваниям. Почему? Они неправильно оценивают то, что происходит. У них чаще сердечные приступы, у них чаще всякая невралгия, у них чаще какие-то проблемы, потому что они боятся там, где не надо бояться. Потому что, напротив, они не боятся там, где надо бы побояться и предостеречься. Они не могут правильно оценить ситуацию, в которой находятся, поэтому у них повышенные случаи с травматизмом, с инвалидностью в результате, и множество-множество появляются проблем. Вы знаете, когда я увидел, посмотрел на эту болезнь, я подумал, мне кажется, что есть некая духовная шизофрения. Когда человек неправильно оценивает свою духовную реальность, в которой живет, когда он неправильно оценивает свою жизнь, и отсюда он совершает так много глупостей, он совершает так много ненужных или неверных поступков, о которых потом сожалеет. Разум верный – это то, что Бог хочет нам подарить. Вот это не настоящая реальность, это реальность от дьявола. В этой реальности все искажено, в этой реальности все наоборот, все перевернуто. Там не так, как... Там другие проявления, не такие, как у разума верного, а там никакой благодарности. Там человек смотрит и думает, за что я могу вообще благодарить, вся моя жизнь ничего не стоит. Она такая пустая, она такая никчемная. Послушайте, побойтесь таких размышлений. Просто признайте, что это неверное мышление, потому что Бог сотворил каждого из вас для радости, и у Него есть великая перспектива, независимо от того, что ты сегодня проживаешь. Но в той реальности все по-другому. Кажется, не за что благодарить. Кажется, непонятно, за что я могу воздать благодарность Богу. Там нет никакой смелости. Там одни страхи. Там страх на страхе. И страхом погоняет. Всего боится. Этот разум, это мышление всего боится. Что будет завтра? Что будет с моими детьми? Что будет со мной? Что будет с работой? А если меня уволят? Как я буду покрывать ипотеку, кредит? Что мне дальше делать? Там одни страхи в этой искаженной реальности. Там нет никакой ненависти ко лжи. Более того, тот разум думает, что нет ничего вообще лучшего, чем где-то использовать обман, но лишь бы добиться своего. И считает, что это счастье, что это радость. Вы знаете, больной шизофренией человек может сделать преступление, а потом прийти в полицию, ожидая, что его наградят за это. Он рассказывает то, что он натворил, и ожидает, что его похвалят и вручат премию, потому что он это сделал. А он совершил какое-то насилие. Он сделал какое-то зло. Его хватают, а он не понимает, то есть почему ему причиняют сейчас какие-то неудобства. Он думает странные. Он пришел за подарком. Вот так бывает в жизни тех, у кого вот эта реальность искаженная, у кого разум не настолько верный, каким хочет видеть его Бог. Там человек делает глупости, грехи, но при этом ожидает, что Бог благословит, но при этом ожидает, что все будет хорошо. Вы знаете, вот этот признак такой духовной шизофрении я наблюдаю у тех вот евреев, которые описаны, поведение которых описано в книге Исаия в 58 главе. И они приходят к Богу, и Бог удивляется. Он говорит, вы, ребята, вообще нормальные, нет? Ну, я, извините, современный перевод. И Бог спрашивает, вы поститесь, вы молитесь, вы взываете ко мне. Это время, когда вы смиряться, по идее, должны. Но в это же время вы унижаете других, вы бьете, вы оскорбляете, и при этом говорите, Господи, а почему ты нас не слышишь? Господи, мы к тебе взываем, мы постимся, смиряемся. Как вы смиряетесь? Вы же унижаете других. Как у вас это сходится вообще? А там реальность другая. То же самое, что пришел человек больной в полицию и говорит, наградите меня. Вот так же эти люди. А как вы оцените поведение тех фарисеев, которые распяли Иисуса Христа на кресте? Я уже не говорю о том, что Он был Сын Божий. Просто они смотрят на человека, которого распяли. Они смотрят на него и смеются над ним. Они не сострадают. Они не понимают реальность. Он же мучается. Он же задыхается. Они смеются. Говорят, Сын Божий, ну давай, сойди с креста. Он же умирает. Ему же сейчас так плохо. Как ты можешь вообще смеяться? Как ты можешь издеваться? Эй, Сын Божий, ну давай, сойди с креста. Кроме как духовной шизофрении, ничего я не могу по-другому это назвать. Драгоценное. Я вам хочу сказать, что Иисус пророчествовал и говорил, что наступят очень непростые времена. Наступит время, когда вас будут хватать, сажать в тюрьмы, вас будут, более того, убивать. И думать при этом, что они тем служат Богу. Как это сходится? Как у них это будет срастаться? Это испорченный разум. Это неверное мышление. Дорогие, я хочу сказать вам три условия для того, чтобы мы имели здравый разум. Три условия. Итак, первое условие. Надо просить у Бога. Послушайте, я вам процитирую слова самого мудрого человека на земле, которому пришел Бог и сказал, Соломон, проси у меня, чего хочешь. И я не знаю, что бы вы попросили, но вот что попросил Соломон. Послушайте. Третья книга царств, третья глава, девятый стих. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Господи, ты не перепутал? Этот человек не может понять, что такое добро и что такое зло. Кто-нибудь посмеялся бы и сказал, нашел о чем просить. Спроси меня, я тебя ночью разбуди, я тебе скажу, что правильно, что неправильно, что добро, что зло. Это надменный разум может только так размышлять. На самом деле, мы не всегда можем оценить правильную ситуацию и определить, что будет добром, а что будет злом. Так вот, Соломон об этом просил. Дай мне разумное сердце, чтобы я мог рассуждать правильно, что добро, а что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим, во главе которого ты меня поставил? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И вы знаете, что в результате Бог дал ему и славу, и богатство, каких не было ни у кого до него. И Бог сказал, и прежде не будет. И мудрость, потрясающую мудрость, чтобы он правильно мог судить Божий народ и разбирать все дела. А вот послушайте, что написано в послании к римлянам, 1 глава, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Итак, Бог – источник здравого разума. «Если ты хочешь иметь здравый разум, проси у Бога». Я скажу за себя, я все чаще и чаще начинаю просить у Бога. «Господи, дай мне здравый разум. Господи, я думаю, что все правильно делаю, потом оказывается такая глупость. Господи, дай мне здравого разума. Помоги мне правильно видеть ситуацию. Помоги мне думать. «Просите у Бога здравый, верный разум, потому что Он – его источник». Второе – исполняйтесь Духом. Молитесь на иных языках. Это то, что освещает наш разум. Если ты крещен Святым Духом, если ты понимаешь, о чем я говорю, что значит молиться на иных языках, используй этот особенный инструмент. Для того, чтобы твой разум обновлялся. Послушайте. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 2 стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит Духом». Богу тайны говорит Духом. А вот послание к римлянам, 8 глава, 26 стих. И по 28-й я вам прочитаю. Послание к римлянам, 8, 26. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца Бог знает, какая мысль у Духа. Мы не понимаем, о чем говорим, когда молимся на языках. А Отец, а Иисус знают, какая мысль у Духа. Потому что Дух Святой ходатайствует за святых по воле Божьей. И это проходит помимо твоего разума. Представляете, какой подарок Бог нам дал, чтобы Дух Святой мог молиться Ему, Отцу и Сыну. И в результате, чтобы благословения приходили в нашу жизнь. Ибо кого он предус... притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. А вот просвещенный Духом Святым разум смотрит и говорит, что бы ни происходило в моей жизни, я люблю Бога, и я знаю, что мне будет содействовать ко благу абсолютно все. Это вера ясного, верного разума. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу святого». Сына Божьего, дабы он был первородным между многими. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Мне кажется, апостол Павел просто не мог уже остановиться. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Смелость поднимается, вера поднимается, благодарность Богу поднимается, разум обновляется, когда ты молишься Духом Святым. Драгоценные, молитесь Духом Святым. Молитесь на языках. Пойте Господу Духом Святым. Уделяйте этому больше и больше внимания. И тогда разум верный будет наполнять вас. И тогда вы начнете видеть то, что по-человечески бы никогда не увидели. И тогда ваши мысли будут наполняться мыслями от Бога. И по-другому вы бы не получили просто их. Наполняйтесь Духом Святым. Молитесь на языках. И это верный способ, чтобы иметь здравый разум. И последнее. Прислушивайтесь к власти Божьей, к наставникам вашим. Прислушивайтесь, а не спорьте, а не противтесь им. Потому что Бог поставил этих людей для того, чтобы позаботиться о вас. Для того, чтобы направить вас в нужном направлении. Для того, чтобы обеспечить волю Божью в вашей жизни. Послушайте то, что написано в послании к евреям. Третья глава, тринадцатая глава, семнадцатый стих. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Ибо они неусыпно пекутся о вас, о душах ваших, как обязанные дать отчет. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. Ибо для вас это не полезно. Я так часто заблуждался в жизни. И если бы не мои наставники, если бы не мои пастыря, если бы не мои друзья, братья и сестры, которые говорили в мою жизнь неприятные по-человечески вещи, которые, если бы они не корректировали меня, я бы ушел куда-то в сторону. Я это осознаю сегодня. Поэтому сегодня голос пастыря, голос наставников, голос просто братьев и сестер, которые говорят в мою жизнь, это голос, который я хочу слышать. Я не хочу с ним спорить. Я хочу его услышать. Я хочу понять его. Может быть, кто-то из них ошибается. Но потом разберемся. Но сейчас я хочу понять то, что они говорят в мою жизнь. А может быть, это Бог прямым текстом обращается ко мне. И если я проигнорирую, я могу что-то пропустить. Я могу увлечься в своих размышлениях, в своих умствованиях, в том, что мне кажется более понятным и простым. И промахнуться мимо цели. Поэтому прислушивайтесь к наставникам вашим, потому что Бог поставил их, чтобы позаботиться о вашем верном пути с Господом. Итак, дорогие, вот эти три вещи, которые я считаю просто крайне необходимы, как три условия, чтобы разум верный был у нас. Аллилуйя! И я верю, что это воля Божья, чтобы мы имели этот здравый разум. Я верю, что это великое сокровище, которое Бог сегодня хочет обновить в нашей жизни, без которого мы не сможем противостоять этому новым искушениям в этом непростом времени. Без этого верного разума мы можем оказаться даже в категории тех людей, которые однажды будут убивать детей Божьих и думать, что они исполняют волю Бога. Как бы это парадоксально и глупо не звучало, но Иисус пророчествовал об этом и говорил, что именно такими нездравыми вещами будет сопровождаться в последнее время. Потому что придет просто очень сильное обольщение на всю вселенную. Дьявол будет использовать все рычаги, чтобы обмануть каждого, кто верный Богу, не говоря уже обо всем мире. Он будет стараться, чтобы и избранных совратить с пути Божьего. Драгоценные верный разум – это то сокровище, без которого мы не сможем выжить в этом современном мире. Поэтому я призываю вас сегодня воззвать к Богу. Воззвать к Богу и попросить Господи обновимый разум. Господи, помоги мне правильно видеть мою жизнь. Помоги мне правильно оценивать то, что у меня есть. Господи, давайте обратимся к Нему там, где Вы сейчас есть. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты пришел на эту землю в образе Иисуса Христа, Сына Твоего. Мы благодарны Тебе, Бог, за то, что Ты пришел на эту землю, чтобы взять на Себя наши грехи, чтобы открыть глаза слепым, чтобы глухие начали слышать, чтобы слепые прозрели. Господи, мы так благодарны Тебе за Твою святую кровь, которую Ты пролил за наши грехи, которая сегодня просвещает, которая сегодня открывает волю Твою. Господи, мы так благодарны Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok